Девчонки, всем доброе утро! Ну что, я на рабочем месте. Сегодня у нас с вами очень насыщенный день. У нас два перманента подряд и одно наращивание. Но с наращиванием не все так однозначно. Девушка написала, что хотела бы сделать коррекцию. Но прошел месяц с того момента, как мы наращивали ей ресницы. И я здесь, конечно, у меня такой большой вопрос. Интересно, у нее осталось больше 50% ресниц или нет? Ну, посмотрим, почему она решила, что ей нужна коррекция, а не новое наращивание. Посмотрим, что я смогу для этого сделать. Уже к ленткам подошла на перманент. Это будут брови. Я для вас сегодня одна. Я для вас поснимаю, постараюсь максимально, какая она была до, эскиз и уже после. Потому что в процессе работы никак не получится снимать, к сожалению. Потому что Виталия сегодня не со мной. Ну, в общем, через 5 минут начнем. Покажу вам, что и как. Решили делать графитово-коричневые. Видите, мы блондинки, поэтому нам не нужно ни ярко какой-то темный, ни коричневый. То есть хочется сделать что-то такое натуральное, светлое. А как вам хочется головка брови, чтобы она была немножко посветлее? Или все-таки она, чтобы все было равномерно? Да, наверное. Равномерно. Равномерно. Все, сейчас посмотрим по цвету. Ну, сейчас будем работать по цвету. Так, я все-таки 3-4 прохода сделаю. Все-таки вы посмотрите, насколько вам цвет, чтобы было не сильно ярко, чтобы вам было комфортно. Все-таки тут не буду сама уже рисковать, чтобы вам все понравилось. Все, девочки, сейчас нарисуем эскизик и будем работать. Ну, все, чонки, сделали эскиз. И, вы знаете, вот сначала сделали круглую головку, да? И что-то круглое нам показалось, что она немножко... Ну, я не снимала, потому что она была как бы первая эскизная. Она нам показалась какая-то слишком простая. Какое-то лицо такое вот. Ну, как вроде вот, не могу объяснить. В общем, ничего-то не зашло. И вот сделали сейчас просто-просто вот головка. И она буквально у нас немножко скошена, там несколько миллиметров зарешали. И, кстати, зарешала еще у нас хвостика. Буквально 3 миллиметра зарешал, потому что как-то было, как немножко лицо было, как обрублено. Сейчас вот открылся взгляд и гораздо лучше стало. Ну, это с учетом того, что это просто коричневый карандаш, он просто коричневый особо никому не идет, просто закрашенный. Мы сейчас будем делать графита коричневой, нежные бровки. Я раза 3 пройдусь, и мы опять потом встанем, посмотрим возле зеркала. Ну, посмотрим уже, где нам что добавить, где подпушевать, чтобы уже видеть. Вот, покажем вам готовый результат. Все, девчонки, сделали бровушки. Смотрите, ну все, я очень, честно говоря, довольна на самом деле. Все еще заживет очень нежно, и сейчас прям, кажется, взгляд открылся. И мы прям и форму подобрали, ну и все сделали так, как вот прям... Ну, мне на самом деле вот очень нравится. Это сейчас еще надо понимать, что сейчас яркие брови. У нас процентов на 30 уйдет цвет, и они будут такие нежные, приятные, то есть зажившие хорошие бровушки. Вот то, что у нас получилось. Друзья, всем привет! Привет! У нас для вас есть очень необычная новость, она для нас самих тоже очень необычная. Мы решили переехать. Из Новосибирска, из Холодной Сибири мы решили переехать куда? В Калининград! Мы едем в Калининград! Доброе утро! Ну что, мы собрались, все уже сложили. Сейчас покажу. Виталий уже собрался. Доброе утро! Я уже готов. Он вообще уже готов. Смотрите, что у нас получилось. Короче, как всегда, вот эта ручная кладь. Это какая-то ноуты. Сумка мужская. Тут, короче, 22,7. Вроде как. К спать охота вообще. Вот это, короче, моя сумка. Это просто сумка. Это просто сумка. У нас, короче, еще и получилась сумка, которая нечельная. Которую надо как-то пронести на борт самолета. Да, да, да. Ну все. Говорим пока-пока, Новосибирск. Да? Ну, не знаю. Конечно, все равно немножко грустно. Мы, кстати, цветочки забрали. Ужас. У нас конкретный перевес. Сейчас будем пытаться втиснуться в самолет. Да не, не грустно. Что-то как-то подумала сейчас. Ну, есть что-то такое, какая-то просто ностальгия. Это просто с утра как бы устал такой. Лень куда-то ехать такое, поспать бы. Ну. Сейчас разойдемся. Нормально, короче. Все. Пойдем в аэропорт. Ну что, мы летим. Дали, ну, мы дали другое место. Нам, короче, дали разные места. И сейчас я пойду за ним. Потому что я тоже пересела. И тут три свободных места. Можно поспать. Можно наденуть ноги. Короче, как-то нормально посидеть. Ну, впритык, короче, бежали-бежали. Уже надо. Получается, нужно, чтобы за два часа уже выехать в аэропорт. Потому что мы выехали, в общем, гораздо позже. И уже на регистрацию прям были последние. Ну, и ничего такого. У нас как бы бывает, но ревну. Все удачно, все хорошо. Прикольно, что самолет просто покажет вам, что у нас там в облаках. Я, получается, сижу там, где этот двигатель. Красота, да? Сейчас они неподъемные, их только тащить. Ну, слушай, ну нормально, да? Все, смотри, ничего. Ну да. Все потрепанное, как будто я на путешествовании. Ну, не вскрывали, что у нас там. У нас там монетки просто. И в аэропорту Алмачёва, в Новосибире, папа ее вскрывал. Ну, все. Осталось сейчас вот эти погрузить. Миллион маленьких сумочек и все. И мы готовы к бою. А вот она и я. Я в очках, у меня сюда глаза красные. Не знаю, что. Бережка нам сказала, что надо вызывать Яндекс. Рубер тут так себе, короче. Это одна и тоже. Вот у нас вышло. Слышишь? И еще 500 килограммов в багажах. И этого. 550. 550. Транспортная компания доставляет. Ладно, пошлите на улицу. Девчонки, доброе утро. Ну что, проснулись сегодня в своей квартире. Первый день. Вчера все убирали. Здесь вообще умывали. Вроде бы квартира нормальная. Но грязи, конечно, вообще особо клининг никто не делал. Сделали завтрак. В общем, сейчас я вам покажу, как мы устроились. Квартиру мы сняли на Авито через агентство, в общем. И получается, что этот месяц квартира стоит 15 тысяч. Вид из окна. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Ну, классный. Такой двор хороший, знаете. Ну, прям такой. Прям очень-очень хорошо все. Вчера все постирали. И получается, что ничего не высохло. Как стирали, так и осталось. Прикиньте. Вот вообще. Сейчас Виталя настроил, как автономное отопление. Чтобы немножко тут вот постелили. Видите, оделись тепло. Потому что очень холодно. Виталя, доброе утро. Привет, девчонки. Вообще. Смотрите, прикиньте. Сейчас глянула, что нет кружек. Ну, нет, вернее, кружки есть. Наши-то идут сейчас с транспортной компанией. Нет глубоких тарелок. В общем, кашу заварила. Одна вот такая была себе заварила в стакане. Ну, в общем, ничего. Осталось немножко помучиться. Но сегодня, кстати, хорошая новость. Мы сегодня идем смотреть студии. Две студии на повестке дня. Здесь нет такого большого количества студий, как в Новосибирске. Что сдается очень много. И прям выбираешь, выбираешь, не хочу. Здесь, в общем-то, вот мы нашли всего две. Которые по территориально нам подходят. Иришка тоже сейчас переедет сюда, в этот район. Она в другом районе находится. Но переедет в этот район тоже. Район хороший. И мы будем, в принципе, чтобы нам недалеко добираться. Одна студия близко, где-то 600 метров. 500 метров от дома. Ну, по крайней мере, этого. И следующая студия 3 километра. Ну, 3 километра, это у нас автобусная остановка. Вот, чтобы вы понимали, вышел и сразу тут 200 метров. Да, Эталь, где-то автобусная остановка? Это меньше. Меньше 200 метров. И одним автобусом я посмотрела. 44-й там какой-то автобус. Чем-то 7 остановок проехать. И все. Остановки тут расстояние небольшое. Ну, в общем, такие новости. Так что пойдем с вами смотреть студию. И сейчас я вам быстро перед завтраком, пока все остывает, покажу, что у нас там. Какая квартира. Квартира однокомнатная. Вот, видите, это у нас такой импровизированный. Ну, вот кухня. Первая ночевка. Первая ночь сегодня, да. Вчера ничего вам не показала, потому что... Потому что тут коридор. Ну, сейчас свет поврубаю. Ну, такая. В общем, вот эту штуку мы уберем. Это потому что не отсюда. Здесь стол поставим. Виталий будет здесь работать. Такой большой шкаф. Вот диван. Но мы его решили не раскладывать, на нем не спать. Мы купили надувной матрас. Мы под него положим. Планируем что-то какие-то палеты или что-то подложить, чтобы он повыше был. Ну, и будем спать. Нам на нем очень удобно. Он очень мягкий и вообще крутой. Вот такое окно в пол. Есть телевизор. Ну, у нас свой придет. У нас большой телек. Мы сюда повесим, я думаю, да, выдержит этот кронштейн. Ну, вот. Так что вот мои красотки. Коридорчик. Коридорчик и ванна. Тут я сушу. Не знаю, высохла. Ничего не сохнет. Ну, кстати, вот дома высохла. Тут, наверное, дома сушат, мне кажется. У нас сушил как-то нет. Такая, видите, ванна. Ну, ванна хорошенькая, вообще хорошо. Все как бы. Вот. В общем, такая вот хата. 15 тысяч в месяц. Плюс коммуналка. Коммуналка, кстати, тут, Чунгик, полностью оплачивается. Вот приходит нам счетчик и все полностью оплачивается. Счетчик. Счетчик. Квитанция. Ну, все, будем завтракать. И... А, кстати, да. Сейчас надо себя приучить. Знаете, что еще? Надо себя приучить свет тут вырубать, потому что тут стоимость электричества 4 рубля 20 копеек стоит. После двух с копейками Новосибирска это вообще дорого. А студии, девчонки, пойдем смотреть. Мы хотим с Иришкой снять отдельную комнату на двоих. И так, начинается цена от... Блин, от скольки начинается? Ну, в общем, вот одна студия сейчас пойдет. От 10 тысяч, да. Там какая-то одна студия сейчас дается на 10 тысяч за месяц. Она большая, светлая, белая. Но она с полочками. Знаете, полки есть всякое разное, но нет этого... Ну, нет кушетки. А вторая комната с окном... А, ну, она без окна. А вторая комната с окном, с кушеткой, вся оборудована. Два через два, ну, 10 тысяч они хотят два через два, прикиньте. Это если, например, ее никто не снимает, а может ее кто-то снимает уже за десятку, и поэтому два через два. Ну, по десятке нам это много. Ну, блин, это много для начала. Ну, она 500 метров. А вторая, окна в пол, 9-10 квадратов, там все кушетка, все 3 километра отсюда. В общем, мы в 3 часа договорились и в 5. Так что пойдем с нами смотреть. Ладно, нам приятного аппетита, увидимся с вами позже. Спасибо. Спасибо.